так ребята всем привет у нас сегодня обзорчик устройство три в одном осциллограф и транзистор тестер по факту как осциллограф мы его особо не можем рассматривать потому что он простенький на 500 килогерц как транзистор тестер отличная вещь многофункциональный в плане того что подсунул деталь ушку и он у вас хоп сделал вычислительный расчет показал что у вас исправно неисправно какая запчасть и так далее по комплектации вот такая красивая коробочка внутри проставочка чтобы это все пришло красиво приходится в вакуумной упаковке все красиво достаточно то есть при первом открытии хорошие впечатления дальше у нас вот такая вот ламинированная документация есть русский язык со всеми описанными его функциями в общем достойно есть qr-код можно перейти на сайт и вкачать официальное приложение и обновить приборчик до актуальной версии прошивки далее вот такая комплектация кабель тайп си кабель для измерения напряжения отвертка для регулировки щупа в моем случае потому что у меня комплектация щупом щуп от осциллографа сделал кстати добротно что долька я только один щуп чего стоит дальше вот такие три кабель очка для подключения колодки если у вас не влазит запчасть в вот в эту колодочку колодка многофункциональная быстро зажимная значит что имеем значит корпус сделан аккуратненько добротно пластик хороший дисплейчик читабельные хорошие достаточно просматривается 2 если у вас есть транзистор тестер да и вы хотите обновиться вот на такую штучку то именно из осциллографа то особо я думаю нет смысла то есть лучше приобрести отдельный осциллограф и отдельный транзистор тестер если вот такого нету то вообще отличная штука давайте включим посмотрим что у нас есть давайте картинку поближе красное естественное включение сразу приветственное сообщение функция транзистор тестера далее у нас осциллограф генератор сигналов инструменты и опять по кругу так меняется если у вас на китайском языке надо включить вот эту кнопочку нажать поддержать появляется вот такой вот менюшечка это меню с настройками первое у нас логотип то есть можно включить выключить приветствие вторая клавиша у нас язык китайский и английский русского естественно нету возможно появится регулировка громкости подсветки дефолт дефолтные настройки и версия программного обеспечения через тайп си можно подключиться и поглядеть может какое-то обновление выйдет возможно и русский появится но это неизвестно дальше давайте слогров пропустим на последнее место транзистор тестера выбираем вот эту вот галочку тут что хочется отметить по вот этим клавишам 123 123 что они означают то есть все циферки вот эти 123 вот эти 123 это одни и те же то есть если прозвонить это одно и то же будет то есть одни рка равно одни рки вот этого ряда и вот этого ряда двоечка равна вот этому ряду двоечки и вот ну и так далее то есть все циферки 123 сделаны просто для того чтобы так как запчасти имеют разное расположение выводов и удобно было чтобы зажимать его сейчас пропускаем дальше давайте в инструменты зайдем посмотрим что тут есть здесь у нас прозвонка проверка напряжение достаточно точно я замерял на корде на лбпшки показания молниеносно считывает я докинули бы к этому ролику видео с замерами либо мы прям сейчас проверим посмотрим дальше проверка термопара датчик влажности и ирды детектор прикольная штука к примеру есть у нас пультик берем вот так вот наводим и он выдает нам код и частоту этого сигнала то есть не знаю для каких целей это можно применить кому это нужно ну то есть он отображает код нажатой клавиши и длину вот и частоту этой волны дальше шестерочка у нас калибровка чтобы откалибровать вам нужно замкнуть три контакта 123 между собой один между собой 12 и 123 то есть три вывода нажать калибровку до определенный момент доходит он просит выдернуть эти перемычки и обратно доходит до 100 процентов ну калибровать мы не будем думаю нет смысла дальше по генератору сигналов поехали здесь есть синусоида квадратная пила dc генератор мы попозже посмотрим и функция осциллографа осциллограф простенький на 500 килогерц особо на него не рассчитываем то есть в дополнение транзистор тестеру это просто хорошая опция то есть еще у вас вообще нет осциллографа или там ну да в общем если нет осциллографа то как более-менее какой-то осциллограф годится то есть сигналы померить можно но учитываем то что в 500 килогерц это не так уж и много хотя бы на 1000 было бы было бы замечательно так поехали что по функционалу то есть подставочка это конечно плюс особенно когда она там на втором ряду стоит в общем удобно у меня на подставке стоит давайте самого простого это вот сюда заходим и поехали по компонентам зажимаем нажимаем ok показывает какой транзистор его характеристики давайте другой зажимать можно в любую колодку сейчас закинул другую главное 123 есть дальше вот примеру берем не знаем что это за деталь ушка вставляем нажимаем и он нам показывает диодную сборочку плюс каждый вывод показывает его какая распиновка очень удобно ну в плане транзисторов вообще отличная штука дальше давайте конденсаторы ну предварительно я их разрядил вообще в целом перед замером конденсаторов вам их нужно разряжать смотрим характеристики 1000 на 25 как чет не нажал тестинг не увидел зажимаем заново один тут вывод просто длинненький другой короткий не дожал поехали ну и посмотрим время время кстати по конденсатором достаточно долго 960 у нас 1000 на 25 показывает кстати еср насколько объективно этот еср не могу точно знать нужно мерить сравнить у меня не с чем так 3300 достаточно большой конденсатор пихаем его если достанет до вывода вот так вот кстати можно тоже на вставить главное вот так вот один и два есть посмотрим как он с тремя тысячами справиться не дожал думает есть показал 3536 микрофарад а еср 003 а давайте попробуем его сравнить с мультиметром на примере флюка и как долго флюк это будет делать касаемся и смотрим флюк конечно у нас еср не покажет но мы посмотрим насколько это быстро как видите флюк это почти сразу сделал 3400 чем флюк хорош тем что он это сделал быстро транзистор тестер на это потратил определенное время дальше простенькие давайте посмотрим насколько быстро он померяет ну пойдет 22 микро надо фарад показывает 21 и 522 на деталюшки дохлый конденсатор на 100 микрофарад видно что он вздутый вот весь сейчас посмотрим что он покажет показывает 234 нанофарада а по факту на 100 микрофарад естественно он дохлый выкидываем был как пример еще один конденсатор есть поехали а по 212 нанофарад у нас тут двести двадцать четыре допустим и верим резистор 34 килоома давайте чтобы быть объективным мы еще и флюком померяем так 3 и 5 ома он показывает не килоома а ома так об 35 ома отлично по сопротивлению вопросов не имеем можно доверять еще пару резисторов то есть нажимать можем как удобно то есть главное чтобы соблюдали 123 то есть если мы сейчас засунем 11 то измерение соответственно никакого не будет вот 13 подойдет есть 334 килоома работает ну последний резистор мучить мы не будем так по транзисторам вроде как показал да еще раз закинем то есть вообще весь функционал упирается для быстроты проверки это транзисторы для транзисторов он не принципе был и нужен убираем эти детали ушки поехали измерению напряжение здесь вот он меня порадовал напряжение мире прям хорошо то есть это у нас первая колодочка есть и давайте сместимся наверно к блоку питания сейчас я чуть-чуть освобожу для него место и вот здесь мы сделаем сейчас вот такие вот замеры цепляем блоку питания ну так чтобы это было видно переходим назад выбираем инструменты выбираем замер напряжения окей давайте 42 вольта которые у нас заявлены тут на блоке питания а дальше я вам покажу на 14 и 2 вольта извиняюсь а дальше я покажу по шкале как он их реагирует давайте 5 и 2 есть 5 2 есть следующий у нас 12 есть ну и так чтобы быть более объективным переходим вот в такое вот положение и поехали надеюсь видно в общем замеры у него хорошие то есть видим 1146 и здесь 1146 1077 1076 отлично давайте на минимальных напряжениях посмотрим на больших справляется хорошо два вольта 07 1197 167 027 еще меньше 007 покажет показывает 080 отлично даже такие вот маленькие показывают 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 тоже 01 поставим 01 не показывает 02 показывают как 0103 показывает давайте на большие напряжения уйдем в данном случае у меня он до 30 вольт 22 есть 27 30 все отлично 30 99 31 вольт показывает в плане напряжений замечательно все показывает здесь вообще вопросов не имею то есть в этом плане отличный прибор ну и так как мы уже тут переместились возле осциллографа включаем наш основной осциллограф и переходим к генератору сигналов генератор сигналов у нас вот на вот этой клемме то есть мы также сейчас использовать будем вот эту вот колодочку которая у нас вставляется вот так и здесь мы сейчас переходим в генератор сигналов и посмотрим что у нас есть и что он имеет берем щуп от основного осциллографа сейчас это все настрою поехали так второй щуп убираем чтобы он не мешался это тоже в сторонку уберем так второй канал отключу так основной осциллограф у меня подломался у меня не работают видите регулировки сдох один из вот этих вот одна ручка ну я и общем нет пока не нашел будем просто показывать что есть на режиме автомат это мы закроем чтобы было видно значит основные функции есть генератор сигналов простенький но он есть мы можем все это тут тоже регулировать выбрать тот или иной сигнал есть также мы что можем под регулировать допустим амплитуду ну то есть вот это все у нас без проблем регулируется давайте 200 то есть видимо на основном осциллографе у нас осциллограмма меняется на генераторе сигналов ничего не происходит то есть тут у нас регулировки как видите именно волны нету то есть она просто нарисована какой какой именно будет сигнал все но тем не менее он тут присутствует и это хорошо что он есть так возвращаем по умолчанию чтоб у нас волна была нормальная пусть будет на 1000 герц со остальными то же самое так вернуть назад единственное что меня не устраивает ну по крайней мере не то что не устраивает вот это вот выбор регулировок то есть иной раз путаешься какую кнопку нажать все то есть вот это вот право влево выход на вот эти менюшки ну с остальными то же самое то есть тут можем тоже самое давайте пилу подрегулируем то есть выбрали основную основную допустим характеристику и вот тут чтобы ее поменять надо сначала щелкнуть вправо как только она загорелась тогда уже можем какие-то регулировки делать есть выходим отсюда генератор сигналов у нас есть давайте теперь подключимся щупом для того чтобы подключить щуп здесь есть комплекте переходничок выглядит следующим образом ну правильнее все равно будет наверное сделать вот так вот нужно будет сначала наверное одеть его на щуп защелкнуть все есть и теперь уже можно его вставлять к устройству я пока подключусь к осциллографу чтобы мы могли сразу сделать замер ну и давайте родной осциллограф тоже туда подключимся и посмотрим что он там намерять будет так вроде ничего не замкнул есть давайте нажмем авто потому что кнопочки как я говорил на моем подсдохли добраться до ремонта так включаем прибор ну и давайте посмотрим что он у нас покажет генератор сигнала у меня нет поэтому я покажу то что генерирует именно сам прибор так выбираем осциллограф здесь кнопочка авто регулировки вручного если вам нужно на щупе есть один x100 x 10 x извиняюсь x1 x10 x здесь они также продублированы то есть если на большие напряжения то переходим в размер x чтобы сильно не заморачиваться так как прибор все-таки больше предназначен для быстрого использования режим авто нажимаем все вот такая вот осциллограмма у нас есть показывает 5 2 вольта хотя у нас по факту 5 вольт частота совпадает ну то есть доверять принципе можно но минус то что он до 500 килогерц то есть это будет маловато для каких-то таких серьезных измерений но главное что он у нас тут есть клавишами вот этими можем перемещаться по основному меню то есть вот она синенькая загорелась дальше мы можем ее подвинуть опустить следующие можем поменять вручную это все дело щуп можем перевести можем поменять до такое состояние переменка постоянка ну и остановить соответственно то есть осциллограф здесь есть но он простенький но для каких-то минимальных требований всегда выгодится то есть лучше когда он есть чем его нету в целом устройством я доволен прикольная коробочка сделано добротно претензий к ней вообще никаких нету для моих задач это как основное замер транзисторов вообще просто отлично вставил одну кнопочку нажал и все и он те выдал все необходимые параметры по транзистору не надо ничего там щелкать мультиметром выяснять что куда сразу пишет распиновку его параметры удобно даже для подбора какого-то аналога если у вас есть что померить и как бы подобрать то есть допустим в схеме стоит два-три транзистора вымерили характеристики посмотрели сюда таши ты вообще нету то уже по поводу этого дела можно поднабираться это актуально для блоков и был в основном там бывает такое что производители просто затирают все эти маркировки для того чтобы их никто типа не рассекретил с чего там у них все собранным давно уже все в сети есть по дисплеечку немножко пачкается пленочку я отклеил я не люблю плестить эти пленки на дисплеях когда они есть то есть мне нравится когда картинка ясно видно все по дисплеечку красивый все отлично в общем достойный прикольный приборчик как транзистор тестер отличная отличная вещь как осциллограф ну прямо откровенно в кавычках осциллографом его позиционировать нельзя но сам аппарат прямо отличный так что думаю что в нирсе достаточно удачный сделали продукт вполне себе я думаю продаваемый особенно если это рассматривать как транзистор тестера то вообще отличная вещь хороший корпус потому что ты то что китайцы продают без корпусное да как там одна платка с дисплеем зеленым ну так себе решение когда батарейку надо подключить здесь все замечательно батарейка встроена надо зарядить зарядил помимо всего есть основные какие-то функции можно с собой хоп мобиль накинул пошел там посмотрел на объекте там на каком-нибудь ну то есть я не позиционируюсь как с какими-то выездными мастерами я такого нет не делают у меня все все оборудование в 10 на столе здесь он также перерастает вот на эту полочку и будет выполнять именно функцию как транзистор тестер осциллограф у меня основной есть мне как осциллограф он особо не нужен я на это особо и не рассчитывал так осциллограф убираем осциллограф щупы убираем вот все вот это перерастает на эту полочку все вот так вот оборудкой забита это не считая то что всякие там куча программаторов их просто не храню на этих полках так что вот так вот ребята достаточно быстрый надеюсь получился обзорчик за 24 минуты не знаю долго или это недолго по прибору вопросов не имеем приборчик хороший 3000 рублей стоит без щупа если у вас щуп есть если щупа нету и вы там позиционируйте его приобретение по именно с функцией осциллографа то вам нужно брать комплекс с щупом и порядка 4000 рублей ну то есть все можете посмотреть на официальном сайте я ссылочки под видео оставлю надеюсь все рассказал показал всем удачи в работе всем пока до новых видео